Добрый день! Сегодня я хочу рассказать про козу! Я думаю, вы меня услышали, что я хочу сказать. Я сказал, добрый день, сегодня я хочу рассказать про козу. Наконец я сделал себе козу. Кто не знает, это такой музыкальный инструмент, как по легенде, это инструмент американских бомжей. Используется в музыке фолк, скиф и каких-то там еще... Может, не скиф, а скайф называется. Это я ее так, скиф, назвал. Вначале я делал одной конструкции, потом другой. Вот вчера решил просто выточить такую вот штуковинку. Ну, форма задана так, произвольно, чтобы было якобы красиво. Материал, ножка от шкафа, выточена ответная часть. Но что-то пока у меня до конца его что-то не разобралось, как было с мембраной. Почему-то не всегда работает. Но вот на резиночке работает. И здесь отверстие. Про устройство козу. Это классические металлические, но я вот читал, что пластмассовые сейчас народ больше любит. Чем-то там они лучше. Он как бы сужается, такая трубочка сужающаяся к концу. И посерединке где-то там сверху такая сделана. Типа крышечки и натянута мембрана. Напоминает еще это дудку болельщика. Если вы попадались где-нибудь, я не знаю, в супермаркетах мне попадались. То есть мы в него не дуем. Если мы просто будем дуть, то звука не будет. Мы в него говорим. Мы в него говорим. Ну или поем. Ну то есть вот что-то такое мы издаем звук, поем в него, а мембранка она изменяет. Но вот такое ощущение, что надо ее не сильно туго натягивать. Вот я видите, сейчас ослабил ее, прогнул. Ну то есть вот такие вот получаются интересные звуки. Отверстия я здесь просверлил на 5, но на 5 многовато. Надо потоньше в данном случае. Вот. Ну делают их вот уже, как видите, и из дерева можно делать. Ну, не сам я придумал делать из дерева. Я поглядел в этом. Как он называется? В интернете они продавались. Я подумал, вот, а зачем покупать, если их делать можно из дерева. Вот. Получилось натянуть нужный натяг. То есть он такой должен быть не сильно тугим. Сильно тугим он тогда просто передает, как-то он не искажает. Ну и вот такая дудочка. Здесь что я сделал? На 30 просвернулся внутри, на 25. Этим форсинером. Сточил лишнее. Ну, на чем-то еще и покрытие, потому что, чтобы не оцелевал. Ну, подшкурить немножко. Вот такой вот музыкальный инструмент, самодельный. Можно сделать. Ну, опять же, они не сильно распространены, но, то есть, вот поэтому еще и захотелось рассказать, чтобы... А, на мой взгляд, очень такая вещь. Хорошая, перспективная. То есть звук оригинальный, интересный. Чем-то мне напоминает... Ну, вот здесь у меня... Что-то такое, знаете, джазовое в нем есть. И, не знаю, саксофон он чем-то напоминает. Ну, на саксофоне надо много лет учиться, чтобы играть. А тут берем и поем любимую какую-нибудь песню. Такая у нас там, не знаю. Ну, я чуть плохо пою сейчас. Ладно, не буду я ничего петь. Вот. Такая вот штука. Ну, это сейчас, значит, я срежу, натяну. Вот, я просто долго не мог понять, что вот это я натягиваю очень сильно, и она мне не... Эта пленка может быть любая. Это я просто взял на кусок... Такой валялся. Можно просто от кулька одноразового полиэтиленового. Все. Благодарю за внимание. Всего доброго. Надеюсь, кому-то интересен инструмент. Вот. Если покупать захотите, то... Не знаю. Сейчас они довольно свободно продаются. Несколько лет назад я искал. Был американский сайт. Там они были недорого, если их купить много. Там что-то, по-моему, от 25 штук. Там получалось с пересылкой как-то. Ну, неплохо. Но, опять же, сейчас цены поднялись, и... Может быть, уже там невыгодно. Вот, в свое время я хотел там покупать 50 штук. По-моему, там тогда со скидкой. И у них там была такая замечательная позиция. Бракованные. Суть в чем, они у них пластмассовые в основном были. И на некоторых там, когда они золотом печатали название фермы, там, ну, не вся надпись пропечатана. То есть, вот такой брак. Там цвет как-то может неоднородный быть. Еще что-то. Ну, не то, что... То есть, функционал полностью сохранялся. А вот такие вот недочеты могли быть. Либо они, по-моему, еще делали на заказ. Там, допустим. Так, ферменный. Не знаю. Ферменная буделка там. Ну, с названием фермы. А там, ну, сделали с запасом. Ну, там еще что-то. Ну, я точно вот не помню. Какие-то вот такие у них были. Это и было недорого. Даже хотел я сделать небольшой бизнес в свое время. Ну, вот купить их не тот 50. Я не помню. Не то 100 штук надо было. Или... Ну, тогда это стоило там что-то... Что оно там стоило? Там, по-моему, по доллару. Где-то, может, сейчас... Ну, тогда это, получается, что там... Если по доллару 100 штук... Ну, то есть, что-то там это давно было. Две с чем-то тысячи. Вот. А продавать по 100 рублей... Получалось неплохо. Разница была неплоха. Вот. Ну, такой, как сказать, товар не ходовой. И что-то, как-то я тогда и с интернетом не дружил. И еще что-то с этими покупками. С интернетом тоже более-менее дружил. По-моему, PayPal у них был. Да и, наверное, сейчас есть. Вот. Так что, вот, если это... Можете поглядеть вот такой вариант. На eBay почему-то их мало было. И цены были, скажем таки... Неприятные. Неприятно удивляли. То есть, тут, как говорится, кусок... Ну, вот у меня деревянный. Там они кусок... Два куска пластмассы. То есть, вот, корпусы сверху, вот, одежда, навинчивается крышечка. А, и кусочек вот полиэтилена. Любого. И стоило там что-то оно тоже. Нехорошо. Вот. Ну, сейчас я вот вчера глядел. Пойду, ну, так немножко освежить тему эту. Есть в магазинах уже какие-то и немецкие есть, и всякие. Вот. Это я так. Для тех, кто сам не любит мастерить. Вот. Ну, опять же, форма может быть произвольная. Я просто сделал самую простую. Ну, видите, не знаю, вот она. Так вот она шла. Ножка. Чуть-чуть, ну, сточил, снял. Подшкурил. Просверлил отверстие. Здесь где-то, я не знаю, на 11 у меня, по-моему, сверлили 11,5. Какое было, тем и просверлил. Вот. Что еще я не могу сказать. Ну, вот, надо немножко же подровнять. Ну, а так уже... Петь и учиться петь джаз. То есть, если вы умеете петь, то вы просто поете любимую песню. А получается такое интересное. Была у меня, ну, когда в тот же момент, когда я хотел купить пучу, такую, скажем, использовать их для, так скажем, такое, джазовом пении. Ну, скажем, какое-то начало, там, вступление можно сделать таких. Ну, при том, скажем, вступление, не знаю, на саксофоне сделать сложно. Надо уметь на нем играть. А тут та же мелодия, тот же, этот, но... Вот, то есть, это, там, я не помню, чья партия. Ну, как сказать, по высотам я сейчас так не пытался попасть. Вспомнить, из Hello Dolly, начало там у нас было, когда мы пели. Ну, это не басовая партия. Я-то, бас. Вот. Ну, то есть, вот такая, что еще, можно сказать. Ну, просто мне приятно. Я, говорю, позапрошлым, ну, как сказать, в 13-м году летом что-то делать начал, а потом вот эту, на чем у меня все отлично, но надо было вот это, типа, вот этого кольца, и там из яблони делал. Звук уже, говорится, был, но чуть-чуть осталось, и как-то вот оно потом зависло, я больше года этим не занимался. Но вот вчера, как говорится, раз выпало время, и сделал. Поэтому я очень-очень рад, давно это хотел, и, как говорится, захочетчик, гештальт завершил, что теперь у меня есть козу. Денек по дудю, там, знакомым, похвастались, куда-то там еще покажу, и все, и все, будут валяться, как многие другие. Как многие другие мои такие инструменты. Вот. Как вы догадались, ни на чем хорошо играть, я так и не научился. Учился на барабане, на гитаре, на флейте, на клавишных и так далее. Но, с другой стороны, я не жалею, что я этому поучился. Какая-то польза от всего этого была. Ладно, это уже я так разоговорился. Благодарю за внимание тех, кто досмотрел. Всего доброго, удачи!